Промышленные предприятия должны были самостоятельно провести переоценку и предоставить документы в Роспотребнадзор для утверждения санитарно-защитных зон. Производятся дополнительно замеры в обязательном порядке, замеры в контрольных точках, это влияние предприятия на санитарно-защитную зону, на зону ближайшей жилой застройки. У предприятий были санитарно-защитные зоны, были санитарно-эптомологические заключения по проектам санитарно-защитных зон, которые выданы 5-10 лет назад, бессрочно. За это время предприятия у нас развиваются, дооснащаются, перепрофилируются, в общем-то работа ведется, работа жизни стоит на месте и вот законодательно предусмотрена еще раз вот эта работа, необходимость проведения вот этой работы по разработке санитарно-защитных зон. Рязанцы часто жалуются на неприятный запах. Проблемы нашего города, рассказывает старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская, в том, что предприятие находится в промузлах и какое именно нарушает законодательство, выявить довольно сложно. Для этого используются передвижные лаборатории, при этом делаются замеры, которые фиксируют загрязнение, а не запах. Если две лаборатории встанут по направлению ветра, одна до предприятия, до территории предприятия, другая после территории, одновременно произведут замеры и, соответственно, установят, что до территории не было загрязнения, после, соответственно, загрязнения оно уже установлено. Все это основание для того, чтобы организовать проверку в отношении конкретного предприятия. В Рязани общественники собирают средства на независимую экологическую экспертизу. Сумму, которую нужно набрать, рассказывает председатель совета «Дышим чистым» Александр Суфранович, 350 тысяч рублей. Мы, конечно, будем предъявлять всем структурам, которые нам говорили, что у нас все чисто. Вот они нам, статистика у нас есть о том, что у нас все замечательно, но там чуть ли не по нулям. А мы покажем, вот видите, откуда это взялось, откуда эти превышения, откуда эта сера, откуда там свинец, откуда там другие какие-то химические реагенты, в том числе и по свалкам, куда там сливают, там тоже как бы не нашли ничего вредного, да, там нашли только четвертый, третий класс опасности отходов. Ну, ребят, ну там паспорта лежали первого класса опасности. Вот это все мы пытаемся донести в первую очередь до людей, то есть люди должны обладать информацией той, в какой среде они живут. В этом году, по данным природоохранной прокуратуры, были зафиксированы два нарушения факта выброса загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов со стороны крупного предприятия Южного промузла. Тогда Росприроднадзор провел проверку и к предприятию были применены санкции. Второй нарушитель – полигон Турлатова. Суды идут до сих пор.